Открытие театрального сезона в Театральном концертном центре, как всегда, проходит весьма оригинально. Здесь, в холле, зрители встречают вот такая импровизированная площадка, где любой желающий может сфотографироваться с атрибутами премьеры сезона спектакля «Женитьба». Также для зрителей приготовлены специальные программки. Все в ожидании начала спектакля. В этот вечер все было наполнено духом произведения Гоголя. Сочетание комедии и лирики, иронии и искрометного юмора. «Женитьба» – премьерный показ. С этого спектакля начинается театральный сезон 2020-2021 года. По задумке режиссера-постановщика Светланы Погодиной, главным в этом спектакле является мотив работы над отношениями. Есть хорошая русская пословица – век живи, век учись. Учись правильному отношению к женщине, учись правильному отношению к семье. Я уже повторяюсь, любви к детям, к своей работе. Вообще всему надо учиться, всю жизнь. Вот мне кажется, об этом спектакле. Только очень весело рассказанный. Обратиться к классике решили и потому, что именно в этих произведениях смысл не теряется со временем. А играть сочных персонажей Гоголя для актеров – великолепная школа, несомненная удача и, конечно, удовольствие. Я – жених, иду свататься к невесте. Она, я надеюсь, очень знает по-французски, хорошо образована. А как вас зовут? Аночкин, Никонор Иванович. Никонор Иванович, а вы надеетесь, а мы его ответим? Я надеюсь. Мне главное, чтобы она знала по-французски. Персонажи среди зрителей. Этот прием в ТКЦ используют традиционно, чтобы гости настраивались на спектакль и могли при желании пообщаться с героями вечера. Сам Гоголь описывал женитьбу как совершенно невероятное событие в двух действиях. Его присутствие в театрализованной части также весьма оживило и вдохновило публику. Он был весел и очень общителен. Не женат. И, как вы понимаете, детей не имеешь. А жаль, господа. Право, жаль. Новый театральный сезон будет такой же пестрый, выразительный, яркий, запоминающийся, как осень, как осенняя пора. И я люблю все премьерные показы, поэтому и этот я жду с нетерпением. Это прекрасно, что есть у нас такой театр, и на него нужно ходить, смотреть. И, как говорил великий классик, красота спасет мир. Создавать такие красивые постановки театру помогает программа «Театры малых городов». Мы очень благодарны, что в свое время «Единая Россия» вышла с этой инициативы и Дума поддержала. И вот уже несколько лет это работает. Благодаря этому мы приобрели и оборудование. У нас интересные спектакли, они самые достаточные в плане декораций и жестких, и мягких, и костюмов. И вы сегодня увидите шикарный мост, шикарные декорации, которые подтверждают, что все это есть и на самом деле хорошо работает. В 2017 году мы открыли новый проект, который имеет цель поддержки культуры. Прежде всего, культуры малых городов, культуры сельской местности. И эти финансовые средства по данной программе были направлены на поддержку театров, на поддержку школ искусств. Премьера прошла на ура. Женитьба состоялась. И будет длиться весь театральный сезон, как и другие проекты театрально-концертного центра. Лилия Тимиева, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.